Приветствую всех подписчиков и гостей моего спортивного канала. Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Риге пройдут 6 матчей, обзор на многие из них я дал в своих видео. Сейчас пришла очередь обзора на предстоящий матч сборных России и Беларуси, который пройдет сегодня в 20.15 по Москве. Но сначала новости последнего часа. Только что финны победили по булитам канадцев 3-2, а сборная Швейцарии обыграла Великобританию 6-3. Турнирные таблицы в двух группах приняли следующий вид. Как видим, из таблицы финны становятся победителями группы B. Казахстанская сборная лишается права сыграть в четвертьфинале. Ну а сборная Швейцарии выходит на первое место в нашей группе. А теперь к матчу Россия-Беларусь. Обыграв вчера шведов, наша команда решила проблему выхода в четвертьфинал турнира и сегодня будет решать уже локальные задачи. Но главной задачей должна, считаю, оставаться цель занять первое место в группе. А там неважно, с кем придется играть в одной четвертой финала, ибо по определению мы знаем, что это чемпионат мира, а на нем на этой стадии слабых соперников не бывает. Задача в принципе не такая сложная, потенциал российских хоккеистов не сопоставим с белорусскими. Тем более в момент заметного усиления легионерами из-за океана Владимиром Тарасенко и Дмитрием Орловым, ассистировавшим вчера при взятии ворот сборной Швеции. Трудно понять, как будут играть сегодня полностью немотивированные белорусы. Но определенно точно, что наши будут играть только на победу. Надо возвращать себе дух победителя на крупных международных турнирах, и пусть соперники к этому привыкают. Да, существует реальная опасность, что мы попадем в одной четвертой финала на сборную Канады. Мне кажется, что канадцы, являясь самым главным нашим раздражителем на всех крупных турнирах, должны стать той командой, с которой нашим ребятам предстоит встретиться в четвертьфинале. Тем более практически неусиленные ведущими игроками, выступающими в национальной хоккейной лиге. Ибо если не выигрывать такую сборную Канады и опасаться ее, то что тогда вести речь о перспективах на Олимпиаду, когда у них будет намного сильный состав, чем сейчас. Своим мнением о матче со шведами поделился двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, с его слов российской сборной под силом одержать победу на чемпионате мира, если она продолжит играть, так же как со Швецией. Валерий Брагин остался довольным подарком, который преподнесли ему подопечные, обыграв сборную Швеции, так же он поделился информацией о том, что бьющие буллит-хоккеисты были определены заранее, и это не случайно, что последним в серии из пяти бросков отметился именно Владимир Тарасенко. Он немного посетовал на решение судей, ни разу не отправивших на скамейку штрафников игроков сборной Швеции, вследствие чего не удалось проверить спецбригаду по реализации численного большинства. Так же он сказал, что пока не определился, кто будет стоять в рамке ворот в четвертьфинальном матче, Самонов или Бобровский. Свои варианты счета матча Россия-Беларусь присылайте до начала матча. Это напомню последний тур, далее подведение итогов. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. С уважением, Ренат.